но обычно это пять концертов подряд все участники коллектива это заложники сцены самого детства в хорошем смысле этого слова садимся в автобус первым делом мы говорим водителю выключите пожалуйста музыку маэстро тоже так говорит публика может вам не поверить что вы поете без микрофонов даже когда без микрофонов спайс гелс продержались пять лет мы уже 15 ваш коллектив как можно попасть только через турец только только через турец мы в хорошем смысле конечно мы протираем пот просто между песнями мое почтение я александр михельсон и это одна из немногих очень любимых мной переговорок не в студии более того сегодня у нас в гостях звезды ну не мирового а как минимум российского масштаба хотя выступают они по всему миру это женский хор турецкого с их уникальными потрясающими голосами буквально за полчаса до концерта нам удалось их выманить на улицу и поговорить о музыке у меня самый главный вопрос как вы переносите физический концерт потому что вы сейчас не в концертном но с глядя на других исполнителей которые в поту которые еле ползут там в конце вы и в конце концерта выглядите шикарно как удается мы протираем пот просто между песнями мы тоже что ну мы выступаем на каблуках конечно же в корсетиках узких то есть это достаточно сложно особенно если это несколько концертов подряд но это опыт выносливость это как бы что как говорится артистам быть сложно поэтому вот так как много концертов как часто вы знаете мы планируем дать более 70 концертов по нашей великой стране и отпраздновать это событие наш юбилей сопрано 15 в москве в москве естественно но и по всей нашей россии болезнь да по более 70 городов мы планируем на и вот с какой периодичностью концерты происходит но обычно это пять концертов подряд потом выходных городов потом выходной на то 6 концерт вам все-таки дают отдохнуть но в перерывах мы можем еще и куда-то слетать например дать концерт еще в бангкоке никто не отменял еще и да то есть у нас так как вас китай и как вас встречают мы там были два раза шикарно еще планируем сейчас поехать буквально через месяц еще один нескромный вопрос вот эти потрясающие голоса но для меня как человека вот для которого музыка что-то такое божественное вы где-то учились вы или с это самородки какие то и другое учились закончили гнесинку я закончил гнесинку женя закончила гнесинку то у нас все в москве конечно дам из детства на сцене то есть это все все участники коллектива это заложники сцены самого детства в смысле этого слова пяти лет мы занимаемся музыкой быть артистом это наше призвание конечно без образования но сейчас уже возможно и можно обойтись но в наше время это было обязательно поэтому нас есть можно обойтись это в том смысле вот этого рэпа где понять слова нельзя и так понимаю действительно бывают сейчас современная культура такая есть какие-то кумиры вот в мире такого искусства как вы делаете там типа монсеррат кабалье и прочее сейчас ее слушала когда будут недалеко в отеле живем да я вот решила когда наряжалась и когда шла сюда я прямо пришли на герой я очень люблю и вот она мой кумир а у вас еще и остается силы слушать какую-то другую музыки не всегда обычно вот когда мы после концерта или в переездах садимся в автобус первым делом мы говорим водителю выключите пожалуйста музыку такое да бывает но вот иногда нужно вот это вдохновение для того чтобы силы но вот вдохновение настроиться настроиться обогатиться вы знаете другая музыка она как-то все равно но вот наполняет наполняет да я вот зыкину иногда могу послушать я народница народный вокал близко очень близко и женщина там такая душа там такая энергетика ну как это не слушать как не слушать эту музыку хотя да действительно сказал у меня же мурашки вы бежали не на музыка вообще вот особенно такая это конечно это вот живой голос когда я тоже как-то после кстати хора турецкого на побывал на концерте теноров которые пели без микрофонов и постоянно было ощущение что где-то хитро висят микрофоны но нет они пели маэстро тоже так говорит публика может вам не поверить что вы поете без микрофонов даже когда без микрофонов поет все равно как многие удивляются на самом деле пишут очень много отзывов потому что мы каждая занимаем свое направление в коллективе оперное пение эстрадное пение народное пение и девочки еще там тоже занимают свои ниши да и люди восхищаются как вы можете петь по одному допустим в своем жанре а потом объединяться и строить такой хор такой вокал такие пачки как это у вас возможно это что-то уникальное это действительно так это уникальный проект который вот соединил индивидуальности и хором по дно репетиции нам помогают я хотел спросить с такими голосами почему вы соло какие-то карьеры не делаете но вы ответили сейчас по сути на этот вопрос почему ну и действительно ведь таких коллективов то нет практически или вообще не во всем мире мы смотрели мы анализировали что спайсгелс продержались пять лет мы уже 15 то есть на мировой мировой эстраде нет такого коллектива это тоже наши уникальные свойства продержаться не рассориться не уехать говорится успеваете на все мои вопросы которые я заготовил отвечать следующий вопрос а как так у вас у вас есть лидер какой-то вы как вы вообще маэстро нашим маэстро лидер нет в женском коллективе нас каждый за за что-то отвечает за программу за конференция за костюмы то есть у каждого есть свои то есть вы еще и костюмами сами забираем на например на шоу женя советует может предлагает мы уже свои мнения высказываем а женя решает при принимать решение ваш коллектив как можно попасть только через турецкого только только через туристов в хорошем смысле в хорошем смысле конечно конечно человек который не я не претендую так вы могли бы в порт турецкого дадите телефончик спасибо вам большое за интервью удачи спасибо что вы приехали к нам спасибо большое все россиян